Сейчас мы разберём задачу на импульс для двух измерений. Посмотрим, что нам дано. Нам дан шар А. Предположим, что это всё происходит на столе для бильярда. Дан шар А, и он весит 10 килограммов. То есть эти числа представляют массу шаров. Этот шар весит 10 килограммов и движется вправо со скоростью 3 метра в секунду. Затем он ударяется о шар В, который весит 5 килограммов. И мы знаем, что шар А ударится о шар В и затем начнёт двигаться по этой новой траектории. Теперь вместо того, чтобы катиться вправо, он будет двигаться под углом 30 градусов от… Думаю, можно так сказать, от горизонтали. Он двигается под углом в 30 градусов с скоростью 2 метра в секунду. Тогда чему равен вектор скорости шара В? Вектор скорости отображает и величину, и направление. То есть нам надо найти, как поведёт себя шар В. Можем представить это вот так. Если вы когда-либо играли в бильярд, вы бы сказали, что шар В движется примерно в этом направлении. Но нужно найти, под каким точным углом он будет двигаться и с какой скоростью. Решим эту задачу. Во-первых, можно сказать, что задача выглядит запутанной. Мы ведь знаем, что импульс должен сохраниться. Но нам даны эти векторы, и у нас два измерения. Как мы можем это решить? Главное — это совершить ещё один шаг, когда вы решаете задачи для двух измерений, или для трёх измерений, или для любого количества. Когда мы решали одномерные задачи, мы нашли, что импульс сохраняется в одном измерении. А когда решаем задачи на два измерения, нам нужно найти начальный импульс в каждом из них. То есть нам надо разбить это на составные х и у. Затем можем сказать, что конечный импульс обоих шаров будет равен начальному импульсу х и будет равен начальному импульсу у. Поэтому найдём, чему равен начальный импульс х. p — это импульс, а m — это масса. Поэтому допустим, что начальный импульс по направлению х, и нам не надо даже описать начальный или конечный, так как на самом деле общий импульс по направлению х всегда будет постоянным. Хотя лучше запишу начальный, чтобы проверить, равны ли начальный и конечный импульсу. Начальный импульс по направлению х. И это начальный, х должен придумать что-то получше вместо того, чтобы писать эти индексы. Чему будет равен… Так, шар b вначале не двигался, значит, у него не было импульса. Шар a весит 10 килограммов. Какова его скорость в направлении х? Вся его скорость направлена по х. Это 3 метра в секунду. Он движется только по направлению х. Выходит, что импульс по направлению х будет 30 килограммов на метр в секунду. Масса, умноженная на скорость, килограмм на метр в секунду. А чему будет равен начальный импульс в направлении у? Шар b вообще не движется, поэтому у него не будет импульса ни в каком направлении. И а, всё движение а направлено в сторону х. Он не двигается под углом или вверх, а значит, у него нет импульса в направлении у. Тогда мы знаем, что после столкновения общий импульс обоих шаров в направлении х должен быть равен 30, а в направлении у равен 0. Теперь давайте определим импульсы шара А по направлениям х и у. Чтобы их найти, нам всего лишь нужно вычислить скорость шара А в направлении х и у, и затем умножить их на массу, потому что у массы нет направления. Найдём составляющие х и у для этой скорости. Давайте сперва найдём составляющую х вектора. Х — это ведь просто вектор, правда? Давайте я изменю цвет, чтобы было не так однообразно. А это вектор у. Это составляющая у. Тогда что вот это? Я надеюсь, что это не будет для вас чем-то новым, если вы смотрели предыдущее видео про законы Ньютона. Это просто тригонометрия, поэтому давайте запишем основные формулировки. И я уверяю вас, это самая сложная часть решения многомерных физических задач, которые в итоге сводятся к задачам тригонометрии. Если нам надо найти составляющую х, тогда чему будет равна скорость А в направлении х? Эта сторона является прилежащей к этому углу. Нам известна гипотенуза. Мы знаем, что отношение ВА с индексом и х, или скорости А в направлении х — гипотенузе. Разделим на 2 метра в секунду. И чему это будет равно? Прилежащая сторона гипотенузе — это косинус. Равно косинусу 30 градусов. Или скорость А в направлении х равна 2 умножить на косинус 30 градусов. Чему равен косинус 30 градусов? Он равен корень из 3 разделить на 2. И корень из 3 разделить на 2 и умножить на 2 равно просто корню из 3. Итого, это равно корню из 3 метров в секунду. И чему равна скорость А в направлении у? Надеюсь, что это вам также известно. Но так как отношение противолежащей стороны гипотенузе равно синусу, в нашем случае 30 градусов, тогда ВА в направлении у равно 2 умножить на синус 30 градусов. А синус 30 градусов равен 1 и 2. Итак, 1 вторая умножить на 2 равно 1 метр в секунду. Значит, после столкновения А будет двигаться вверх со скоростью 1 метр в секунду. 1 метр в секунду по направлению вверх. И этот же шар двигается со скоростью корня из 3 метров в секунду по направлению вправо. Тогда чему будет равен импульс А в каждом направлении? Мы нашли скорость этого шара, а значит, нам нужно домножить каждую из этих скоростей на его массу. Шар А весит 10 килограммов. А это равно конечному импульсу. Импульс А в направлении х будет равен корень из 3 умножить на 10. Корень из 3 — это скорость, а 10 — это масса шара. Получаем 10 корней из 3 килограммов на метр в секунду. И импульс А в направлении у будет равен… Поскольку он движется вверх, примем это направление за положительное. 1 метр в секунду скорость шара умножить на его массу. Получаем 10 умножить на 10 килограммов на метр в секунду. Теперь давайте разберемся с В. Сперва найдем импульс в направлении у, так как в сумме эти два импульса должны быть равны нулю. Нам известно, что импульс после столкновения… Импульс А в направлении у плюс импульс В в направлении у. Чему это будет равно? Чему был равен начальный импульс в направлении у? Нулю. Ни один из шаров не двигался в этом направлении. Мы нашли, что импульс А по направлению у равен 10. 10 килограммов на метр в секунду плюс импульс В в направлении у равно нулю. Чтобы решить это, нам нужно вычесть 10 с обеих сторон уравнения. Тогда импульс В в направлении у равен 10 килограммам на метр в секунду. 10 килограммов на метр в секунду. Вы знаете единицы измерения. Тогда если импульс В в направлении у равен 10, какова его скорость в направлении у? Импульс равен массе, умноженной на скорость. Мы знаем, что 5 умножить на скорость в направлении у – это масса шара равно 10. 10 – это его импульс. Значит, скорость шара В в направлении у должна быть равна 2 метрам в секунду. Вот и все. Мы определили скорость шара В. Поэтому скажем, что это вектор скорости В в направлении у. И здесь стоит минус, потому что это было равно минус 10. То есть он катится вниз. Здесь скорость была положительной, поскольку шар двигался вверх, и затем мы пронесли этот минус через все эти выражения, и получили, что скорость В равна минус 2 метра в секунду в направлении у. Теперь найдем скорость шара В в направлении х. У меня заканчивается место. Но мы с вами помним, что импульс В… Импульс А в направлении х, который равен 10 корням из 3, плюс импульс В в направлении х… Повторю. Импульс А в направлении х, то есть 10 корней из 3, плюс импульс В в направлении х, чему он равен? Он должен быть равен первоначальному импульсу в направлении х, то есть 30. А значит, чтобы найти импульс b в направлении х, мы просто вычистим 10 корней из 3 из 30. Вычислим корень из 3 умножить на 10. Затем вычистим это число из 30. И получаем 12,7. Теперь мы знаем, что импульс b в направлении х равен 12,7 килограммов на метр в секунду. И поскольку нам известен импульс, нам нужно всего лишь разделить его на массу шара, и мы найдем его скорость в направлении х. Значит, 12,7 разделить на 5. Скорость b в направлении х равна 12,7 разделить на 5. Это 2,53 метра в секунду. Выходит, что скорость b в направлении х равна 2,54 метра в секунду. Значит, он будет двигаться быстрее в обоих направлениях. Не стану находить для этой задачи угол, потому что у меня заканчивается время. Но если вы сложите эти два вектора, вы получите приблизительно вот такой угол. Его можно вычислить, просто взяв арктангенс угла. Это уже дополнительные сложности. Вообще, я сделаю это в следующем видео, чтобы не заставлять вас ждать. Но мы уже нашли составляющие х и у скорости шара b. Увидимся.